трансляция с утренней молитвы 31 марта сегодня последний день марта до получается воскресенье 2019 год на дворе вот и сегодня я здесь в кривом роге кривой рог это город такой очень известный знаменитый своими шахтами здесь город рабочего класса город такой очень вытянутый потому что он как бы так формировался за счет вот этих поселений которые возле вот этих шахт возникали поэтому такой довольно необычной формы так и называет его имя его кривой рог правда есть такая легенда что здесь как бы был казах такой рик его звали рог вот и он и вин был кривый на самом деле кривый был вот и вот в честь него как бы так вот тоже ну а там не знаю в общем-то основание города было еще в 18 веке возможно возможно но по крайней мере христиане многие здесь с кривого рога кто криворожеские до христиане они насчет сравнивают многие очень название своего города и очертания своего города с шафаром шафар шафар музыкальный инструмент библейский да будем договорить баранья рок такой да вот и поэтому криворог это тоже называет слава богу городом шафара да приветствую кто подключился уже кто подключается приветствую всех во имя господне будем начинать друзья кто подключился будем начинать эту молитву вот не все наверно поднялись утром рано потому что час вперед перевели стрелки часов вот так что аллилуйя спасибо тебе господь благословен бог наш всегда ныне и присно и во веки веков благословен бог наш этим утром благодарю тебя за все и благоставляю великое имя твое благодарю тебя за тех кто подключился кто подключается кто может проспал боже всемогущий но благослови всех нас во имя господне во имя иисуса сегодня вот и прими молитву нашу как благовонное курение как фимиам к престолу славы возносящийся слава тебе господь бог святой слава 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 и хвала прежнее время умолила эту землю и зловония с этой земли поднималась зловония атеистической пропаганды богохульства отрицания всего святого но боже святой великий нынешнее время возвеличивает эту землю потому что ныне поднимается фимиам молитв благоухание молитв с этой земли боже всемогущий благословен ты царь наш благоухание молитв бога познания слова твоего аллилуйя спасибо 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 господь благодарю тебя за кривой рог город шафар благодарю тебя за пробуждение здесь кривбасе благодарю тебя о духовном пробуждении тысячи тысяч людей господь в эти дни досвершится в этот день выборов президентских сегодняшних в украине я прошу тебя об излиянии духа святого твоего господь боже на землю нашу боже благослови кривбас благослови господь кривой рог благослови господь всех верных своих детей верующих разных конфессий разных динаминаций молящихся ныне тебе здесь господь слава тебе и пусть познают тебя народы все боже проживающие здесь пусть познают тебя народы все духом твоим святым исцеление господь исцеление боже благословение твое во имя иисуса христа этой земле и всем ходящим по этой земле господь боже благослови господь слава тебе святой слава тебе аллилуйя аминь 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 да братья и сестры кто подключился или потом будет видео смотреть позже чуть уже получается кто рано не проснулся тоже попозже включат уже это видео молитесь сегодня об украине сегодня 31 марта 2019 год и сегодня президентские выборы а в украине вот они очень важны для страны хотя не так как допустим для многие другие стран для украины это не так сильно как бы может быть определяющие будут эти выборы потому что в украине все-таки не президентская парламентская такая форма управления а парламентская президентская поэтому здесь больше зависит вот что касательно внутри страны ситуации больше зависит от тех кто в парламенте верховной ради вот вот от них зависит больше вот но касательно там внешней политики вот войны всего идущий сейчас конечно важна роль главнокомандующего важна роль как раз и на президента страны вот и молимся поэтому сегодня молимся о мире в стране молимся о мире в украине молюсь я благоставляю украину сегодня во имя иисуса христа благоставляю действующего президента петра алексеевича порошенко его дом его команду его ближних родных во имя иисуса христа благоставляю Всех кандидатов в президенты, за кого сегодня будут люди отдавать голоса свои. Благоставляю их дома, ближних, их команды во имя Иисуса Христа. Они с разными порой программами, с разными идеями, но пусть то доброе и хорошее, что есть в их сердцах в отношении к Украине, пусть это как раз и будет реализовано во имя Иисуса Христа. И Господь благослови сейчас во имя Иисуса, благослови все эти избирательные участки по всей Украине во имя Иисуса Христа, которые будут открываться вскоре. Боже, благослови их всех, кто будет наблюдателем, всех, кто будет заботиться об этих голосованиях, благослови их. Боже, пусть всякое воровство уйдет, всякая фальсификация, Боже, уйдет в прошлое во имя Иисуса Христа. Пусть выборы будут прозрачными и чистыми, Господь. Благослови Господь во имя Иисуса Христа. Пошли, Боже, мир Украине, Господь. И эта война, уже пять лет длящаяся, уже шестой год на востоке Украины. Боже, это страшная война, унесшая тысячи и тысячи жизней уже. Боже, как с украинской стороны, так и с российской стороны. Боже, тысячи сирот, тысячи вдов. Боже всемогущий, это боль, которая, Господи, она неисцелимая боль, это утрат. Боже, только Ты можешь это исцелить, Господь, только Ты. Я понимаю, что, Господь, даже прекратившись эта война, еще десятилетия, раны будут ныть, а порой и столетия. Боже всемогущий, я прошу Тебя, Господь, о Твоем сверхъестественном исцелении, Боже, во имя Иисуса Христа. И молю Тебя сейчас за вдов, за сирот, Боже, как здесь в Украине, так и в России. Боже, и Ты, Господь, Боже, знаешь каждого из них и каждого из них. Боже, сироты и вдовы, Боже, все люди, пострадавшие в этой войне, которые не были с оружием в руках, в окопах, где-то на передовой, но которые тоже жертвы войны, потеряв своих мужей, своих отцов, своих матерей, своих дочерей, Боже, своих детей. Боже, помилуй, Господь, помилуй, помилуй, Господь, помилуй, помилуй во имя Иисуса Христа. И молю Тебя, Господь, Боже, пусть, Господь, придет мир долгожданный на землю нашу, мир между странами, между народами, между действительно людьми, душами людскими. Пусть придет Твой святой мир во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И в день выборов, Боже, сегодня я молю, Господь, Тебя за Украину, молю Тебя за людей, за всех, Господь. Благослови, Господь, благослови. А наипаче за людей богатых, за людей влиятельных в этом народе, в этой стране, за людей ключевых, от которых зависит будущее этой страны. Ты, Бог всемогущий, Ты, Бог Пурима. И действительно, как во времена Мордыхая, во времена Эсфири, Ты совершил великое чудо избавления от детей Твоих, народа Твоего. Я прошу Тебя сегодня о Твоем избавлении, о Твоем божественном Пуриме, Господь. Боже, Ты знаешь, кого лишать сна, Ты знаешь, кому говорить слова определенные, Ты знаешь, кому напоминать о прошлом, о будущем говорить. Боже всемогущий, чтобы повлиять на ход событий мировых здесь, Господь, в частности, в Украине. Боже, и на постсоветском этом пространстве, переживающем довольно ужасные такие катаклизмы ныне. Боже всемогущий, и прошу Тебя, Господь, Боже, с этой территории, с этой земли, со стран бывшего безбожного, богоборческого, атеистического, богохульного этого Советского Союза, зловоние, атеистической пропаганды поднималось с земли, да, с этих стран, народов наших. Но, Господь, нынешнее, да, прежнее время оно умолило эту землю. И эти народы, эти страны однозначно умолило, Господи, но нынешнее время, да, прославится, Господь, Боже, именем Твоим, да, прославит, Господь, эту землю, Боже, Твоим духовным пробуждением, Господь. Благослови землю нашу, слава Тебе, Господь. Все страны бывшего этого атеистического Советского Союза, слава Тебе, Господи, что упала эта империя зла, Боже, и почти 30 лет уже свободы, но, Господь, Боже, мы молим Тебя о настоящей свободе, потому что кого Ты освободишь, то будет по-настоящему свободным человеком. Молю Тебя, Господи, о настоящей свободе. Благослови, Господь, через кровь Святую Иисуса Христа, которая громче, чем кровь всех невинных жертв этой земли, Господь. Боже, Святой, через слезы Твои, кровь Твоя и боль Твою, Господь, ведь Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Твоими мы исцелились, Господи, слава Тебе. Аллилуйя, спасибо, спасибо, спасибо. Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их прости, Ты их спаси, и мили свою нам яви. Боже, я знаю, что Ты будешь с нами в храме своему, под небесами, радость и мир Ты дарував. Життя за людей выдав, в книгу життя нас записав. Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их прости, Ты их спаси, и мили свою нам яви. Боже, я знаю, что Ты будешь с нами в храме своему, и в небесами, радость и мир Ты дарував. Життя за людей выдав, в книгу життя нас записав. Життя за людей выдав, в твоему слові живому. Аллилуйя. Ты для людей веління гадав, щоб люди всі молились тому, кто на хресті за нас вмира. Боже, я молюсь за Украину, Боже, молю Тебе за людей, Ты их прости, Ты их спаси, и мили свою нам яви. Боже, я знаю, что Ты будешь с нами в храме своему, Під небесами, радость и мир Ты дарував. Життя за людей выдав, в книгу життя нас записав. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава, слава Тебе и хвала, Боже Всебогущий. Благословен Ты, Царь Вселенный, благословен Господь. Сегодняшним этим утром благоставляю великое имя Твое, и милость Твоя обновляется, Господь Божий, сегодня. Обновление, обновление в наших судьбах, обновление в нашем служении Тебе, обновление в наших семьях, в наших домах, обновление в наших народах, в наших странах, обновление Твое святое, обновление. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Святой. Аминь, аминь, аминь. Слава Тебе, Боже Всебогущий. Благословен Господь, благословен Царь наш. Аминь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Сегодня, совершая причастие к хлебопреломлению, я размышляю о величии Господнем, размышляю о милости Его, о благодати, размышляю о том, что благодатью спасены мы, и это не от нас, это Божий святой дар. Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар. Благодатью я спасен, так вот скажи. Благодатью я спасен, потому что по отношению ко всем, как бы, это одно понимание. Но когда по отношению это к себе лично, это уже несколько иное понимание на самом деле. Благодатью я спасен, благодатью Бога всемогущего. Вот и беру хлеб, налил соку себе, но самое в причастии главное, это действительно не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Господа нашего, Спасителя нашего, Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Рассуждая о теле и крови Христа, рассуждая о голгофских страданиях в Мессии, Машиах, сейчас, здесь, Его святая кровь омывает и сегодня людей от всякого греха, Его святая кровь омывает нас, очищает. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословен Господь, Бог наш, Царь наш. И хочу размышлять сегодня, дальше также, взяв вот хлеб, о хлебе жизни. Размышлять хочу, как раз и размышляю сегодня, о хлебе жизни. О хлебе, сошедшем с небес во время исхода нашего, наших праотцов, 3330, почти один год тому назад, 3331 год скоро исполняется, да, на днях уже, с начала нашего исхода. Ну, хотя, если говорить вообще о противостоянии, вот, о том, когда фараон же, он и не отпускал, вот, хотя Божий призыв звучал уже, Божье слово уже звучало, и эту песню мы до сих пор поем, уже больше 3000 лет мы вспоминаем это, великое чудо мы поем, «Let's my people go, фараон, отпусти, фараон, отпусти мой народ, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь». Эти слова повторяем уже, да, 3330 лет уже повторяем эти слова. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Вот, и противостояние было, с одной стороны, фараон и Египет, и царство тьмы, все, царство оккультизма, материализма, бесовщины, ну, тогдашний СССР, будем договорить, значит, и фашистская Германия, это два в одном, скажу так, наверное, и многие другие тирании, сравнить, там, коммунистическую Румынию, там, значит, Китай, там, Вьетнам, там, что угодно, можно вспоминать разные тирании, фашизма, коммунизма на нашей земле, какие были, вот, и корнями его ходят в Египет, конечно, Египет, как именно прообраз царства тьмы, как бы и символ вот этой тьмы, Митсраим, это, ну, буквально, вот это, как раз, вот это очень-очень тесное это вот место, действительно, это очень такое ужасное место, хотя египтяне так не считали, вот, они не просто принюхались, они считали вообще, что их страна, их, как бы, цивилизация, это, наоборот, царство света, но в глазах Бога всемогущего это было царство тьмы, в глазах Слова Божьего, мы читаем это в Библии, мы читаем эти сравнения, мы видим отношение Бога к тому, что делали люди в Вавилоне, с той самой башней, да, а потом, вот, читаем, правоприемница Вавилона, это как раз вот египетская цивилизация, которая все это нечестие, оно еще более укоренилось, еще более и более углубилось это нечестие, распространилось на разные народы, и в Египте проживали представители разных народов нашей земли, и страдавшейся планеты, да, и представители многих народов проживали в Египте, потому что Египет всех привлекал, вот, завлекал своими огнями, будем так говорить, завлекал своими, там, хлебами, пирамидами, там, рынками, базарами, городами, чем угодно, завлекал, завлекал, однажды он и завлек Якова с сыновьями, с патриархами, однажды он завлек, вот, и еврейский народ, да, и Израиль распространялся там в Египте, поначалу-то мягко стелили, поначалу, ой-ой-ой, как мягко стелили, но было потом очень жестко спать, да, бесплатный сыр в мышеловке, поначалу все было хорошо, Мицераим поначалу очень выглядел гостеприимным, знаете ли, как вот эти всякие там маньяки, убийцы там, значит, заманивая жертву, специально улыбаются, конфетки дали там, цветочки там, там, и специально так вот втираются в доверие, так что обычный гражданин до последнего не понимает, что его вот, он просто-напросто его хотят убить, ограбить там, значит, там, изнасиловать и все. Это как вот, я был в Подмосковье, там, полигон Бутова, ну, уже рассекреченный, раньше был, на Таймином полигон был, НКВД, КГБ, вот, и его там рассекретили лет там 20 назад, или, я не помню сколько, ну, короче, уже в постсоветское время его рассекретили, сейчас там мемориал небольшой, такой храм построили, часовню, там, ну, как бы, да, то есть, место такое вот, очень знаменательное, таких полигонов было множество, но Бутовский полигон, он просто, он, как бы, уже рассекреченный, и, потому что там уже Москва, раньше было далеко за Москвой, теперь тоже Москва, там Бутово, Южный Бутово, там уже районы такие, спальни огромные, такие, я был там, махнул, вообще, на ровном месте, там раньше ничего не было, абсолютно, вот, еще лет 30 назад, там, вообще ничего не было, а теперь там Москва уже, Москва и москвичи уже, да, уже, вот это да, ну, ладно, там огромный район вырос такой, и вот, ну, где-то на костях, прям, строили, но вот, часть этого полигона, она вот, как бы, известна теперь, как мемориал, мемориал, построили храм там, слава Богу, вот, как вот, в память, там, убитых людей, и вот, рассказывали там, там экскурсовод был, рассказывали нам, как раз, вот, посещающим полигон Бутовский, я был в этом храме, даже в часовне был в этой, вот, и молился там, даже пел песни там, позволили, тоже, можно спеть благословение там, позволили, помолился там, вот, слава Богу, они там не спрашивали, какой там юрисдикции, вот, 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 но, потому что, обычно, нас реформаторов, обновленцев, нас не жалуют, вот, хотя на полигоне Бутовском, и много обновленцев было убито, реформаторов, сторонников, именно, обновленческого движения, православного, священнослужителей, и вот, и людей привозили туда, порой до последнего, не знающих, что с ними должно произойти, вот, и там, в частности, в Бутово привозили на машинах людей, инвалидов свозили туда, вот, значит, офицеры НКВД, которые были, вот, в белых халатах, но они на самом деле имели медицинское образование, как правило, медики были тоже, медицинские работники, вот, и они приезжали, забирали неизлечимо больных людей, как бы, из семей забирали, вот, все ласково, улыбаясь, все, значит, что, объясняя, что это, да, вот, им так повезло, что их сейчас на бесплатное лечение, вот, Советский Союз, гуманный, человеколюбивый, мол, туда-сюда, ну, байки такие, из склепа, значит, и повезем, мол, сейчас на лечение, профилакторий, санаторий, там, здоровье будем поправлять ваше, ну, и родственники рады, значит, с собой, там, тормозок складывают, значит, этому инвалиду, значит, вещи, всякие, лучшие, лучшую еду всякую откладывают ему, вот, и возят его, вот, еду и вещи забирали себе чекисты, вот, а этих инвалидов, не в черном воронке, а воронке были под видом скорой помощи, ну, это, в общем, медицинской машины, увозили туда, в Бутово, никуда там не на юг, не в Крым, никуда, как говорили, мол, увезут, мол, увозили просто в Бутово, под Москвой, вот, и, значит, и потом, там один из бараков, говорит, был оборудован под медсанчасть такую, как бы, то есть, попадая туда, инвалид по-прежнему думал, что сейчас его просто осмотрят, как бы, обследуют, а потом уже отправят уже на лечение, ему не говорили же ничего, улыбались по-прежнему до конца, его раздевали, ну, понятно, он полагает, что осмотр, надо раздеваться, их раздевали, вот, потом выводили в определенную дверь, а там стоял, стоял уже офицер НКВД, вот, который делал выстрел, вот, и тело сбрасывалось просто в общую яму захоронений, а экскурсовод там в Бутово, это в Подмосковье все было, 30-е годы, вот, и экскурсовод в Бутово рассказывал, что, значит, нашли много черепов, там, и скелеты, видно, что это были инвалиды именно, вот, даже без прострела, значит, пистолетного патрона, потому что, то есть, без выстрела, убивали просто, деформирован череп был, то есть, ударом сзади, тупым предметом, либо кувалдой, либо, там, каким-то, значит, там, другим предметом, вот, деформирован череп был, черепа находили такие, значит, и человек просто сбрасывался, даже, даже пули порой не тратили на инвалидов эти, и вот, 39-й, 38-й, 39-й годы, Москва была очищена, вот, таким образом, они, НКВД, вот, эти чекисты, себя считали санитарами общества, вот, от всех инвалидов, колясочников, инвалидов неизлечимо больных, оставили лишь только тех инвалидов, которые представляли там, ну, были там, родственниками, людей, еще там, высокопоставленных, каких-то там, известных, знаменитых, там, и прочее, ну, как бы, отдельные только инвалиды оставили, остальных всех, всех почистили, а к 40-му году в Москве были лишь здоровые люди, вот, никого больных не было, инвалидов не было, в области московской почистили, вот, и, в общем-то, программа НКВД была по всей стране, такого произвести, но страна слишком огромная, чтобы подобное было произвести, можно было так быстро, и война, Вторая мировая, помешала подобное сделать, хотя после войны нечто подобное повторилось, уже инвалидов войны, как их называли там, уроды, самовары, там, как угодно, вот, значит, эти люди, герои войны, да, Второй мировой, они были тысячами, просто истребляемы, вот, либо на остров их сослали, там, либо по дороге их убивали, либо просто-напросто пропадали без вести, большинство из них просто пропадали без вести, НКВД вывозило их, туда же, в Бутово, там, еще куда-то, вот, я почему об этом рассказываю, сегодняшним днем, да, сегодня я молюсь, причащаюсь к телу и крови Христа, и сегодня я говорю о том, что кровь Иисуса Христа, она громче, чем кровь всех невинных жертв нашей земли, кровь Иисуса Христа, она звучит громче, чем кровь Авеля, и всех невинных жертв нашей земли, действительно, вот, и сегодня выборы в Украине, сегодня молюсь за Украину, сегодня молюсь об, действительно, продолжении и расширении, вот этого духовного, огромного пробуждения, которое в Украине последние вот эти годы происходит, вот, особенно последних там 10 лет, 5 лет, 3 года, последние годы именно, идет сильнейшее духовное пробуждение сейчас в Киеве, по всей Украине, вот, и хотя война на Востоке, она немного притормозила, в тех регионах, это духовное пробуждение, хотя и там идет, даже в прифронтовой зоне, идет духовное пробуждение, многие капелланы наши рассказывали, как тысячи людей, мирных этих людей, вот, значит, страдающих от этих бомбежек, там, обстрелов, приходят на служение, каются, дети, вот, принимают Иисуса Христа, своим спасителем, Господом, читают Библию, вот, обращают, ну, как в Украине говорят, я к тревогу, так до Бога, вот, и действительно, это происходит, слава Богу, даже в таких тесных обстоятельствах, это происходит, ну, и, друзья, я, значит, скажу, что мы тоже в преддверии Пасхи уже, вот, уже скоро, уже скоро, в этом году пасхальная ночь святая Господней Пасхи будет с 19 на 20 марта, ой, апреля, извиняюсь, да, завтра 1 апреля уже, а вот с 19 на 20 апреля, вот, будет пасхальная ночь, вот, и потом неделя пресночная, будем хрустеть мацой, опресниками, горькие травы, мясо, вот, и благодарить Бога за нашу Пасху, которой есть Машиах, которой есть Христос, Аллилуйя, спасибо тебе Господь, спасибо тебе Господь, вот, и даст Бог, сделаем прямую трансляцию, прямо в эту ночь, с 19 на 20, все ночное сделаем бдение, святую ночь проведем в бдении, в молитве, в благодарении, в пиршестве, пир на весь мир, закажем мясо побольше, вот, в позапрошлом году делали тоже, или позапозапрошлом, я уж не помню уже, там, значит, в этом делали, как называется, подки, вот, Гниден, село Гниден, да, как ехать в Гниден, через Бортнич, если, там есть красивое, такое, хорошее местечко, где, если вы там проезжали, то замечали, наверное, да, знаете, Киево-Бортниче, да, Бортниче, теперь это уже часть Киева, раньше просто было село, отдельное, поселок, теперь тоже часть Киева, и вот, когда с Бортнич выезжаете в сторону Гнидена, вот, то, значит, там, значит, наверняка видели вы, овечки всякие пасутся, там, там, да, там, и можно и сыр купить, там, значит, овечий, там, козий какой-то еще, там, козочки пасутся, и вот там азербайджанцы, мы заказали барашка, они нам приготовили, узнали, что это будет Пасху, на Песах, вот, значит, сделали нам скидку хорошую, вот, и, слава Богу, вот, приготовили, все как положено, вот, и мы барашка того уговорили, всю ночь ели, благодарили Бога всемогущего, ну, там, гостей было много, вот, поэтому, прям, на полу там разложили все, в Ниде, нет, прям, в доме там, у друзей наших, вот, подушки разложили, одеяло, на полу прям возлежали, поднимали тосты, ели мясо, горькие травы, хрустили мацой, пресники ели, вот, благодарили Бога всемогущего, рассказывали, вот, пасхальное повествование, и свидетельствовали о том, что Бог сделал в наших судьбах, в нашей жизни, вот, о нашей Пасхе, которой есть Христос, которой есть Машиах, сейчас, слава Богу, в этом году, даст Бог повторим, вот, спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо, Боже всемогущий, благодарю Тебя, святой, великий Бог наш, Аллилуйя, да, друзья, и, в этом году, в субботу, следующий, да, сегодня первый день у нас, творение, да, воспоминание первого дня творения, был вечер, и вот, теперь утро, день первый, как Библия рассказывается о нем, вот, начало творения Божьего, такого, да, значит, и шесть дней творения, они каждый день воспоминаются, определенные такие эпизоды творения, шестой день, пятница, да, это наше творение, нас сотворил Бог, человеческий род, да, наших пращуров, наших праотцов, праотца Адама и праматерь нашу Еву, Бог создал в шестой день, а седьмой почил, шаббат, суббота, и в этот раз, следующая суббота, ну, это суббота предстоящая нам, да, к которой мы готовимся, настраиваемся, да, каждый день, помним об этом, и соблюдаем это, и сохраняем это в своем сердце, вот, и в этом году, это суббота, будет уже первое число месяца Ниссан, месяц Ниссан уже начинается, вот, вот, уже завершается месяц Адар, последние деньки уже, последние дни месяца Адар, сейчас, а в субботу будет уже первая Ниссана, и вот с первого Ниссана, я буду в субботу уже пасхальную тему, говорить буду о Пасхе, ну, и сейчас уже, последние дни Адара, тоже, или Айдара, я тоже говорю как раз о Пасхе, вот, и, да и само причастие Евхаристия к этому нас подталкивает, друзья, потому что наша Пасха, это Сам Христос, Аллилуйя, да, друзья, приветствую, кто подключился, привет всем с Кривого Рога, с Украины, вот, сегодня, вот, в 6 утра начал уже по новому времени трансляцию, потому что сегодня ночью стрелки часов переводили, вот, час вперед, поэтому чуть раньше получилось так вот, на час, вот, но сейчас уже, да, уже 6, уже, ну, уже пол седьмого утра, вот, пусть Господь благословит всех нас сегодня, причащающихся, великих таинств тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, налейте себе соку, возьмите себе хлебушка, если нет соку, то просто воды налейте себе, вот, я практикую тоже подобное, беру воды с собой, значит, бутылочку, допустим, воды у меня всегда с собой, хлебушек, вот, и где-то даже в дороге, в пути, в автобусе, в троллейбусе, вот, значит, на улице, на прогулке, в самолете, в поезде, где угодно, в парке, в сквере, где-то, я, молюсь, благодарю Бога Всемогущего, за тело и кровь Христа, и совершаю литургию, совершаю эту Евхаристию, причастие, хлебопреломление, рассуждаю о теле крови Господа Иисуса, принимаю, да, порой, просто хлеб и воду, рассуждаю о теле крови Христа, потому что причастие, это не просто качество хлеба или вина, а это качество нашей веры, нашего рассуждения, о теле крови Господа нашего, спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, Господь, благодарю, благодарю тебя, Господь, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую, благодарю тебя, благодарю тебя, Отец мой небесный, Бог святой, Иегова, Творец неба и земли, благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой, Благодарю тебя, о Дух святой, ты всегда со мной, Утешитель мой, за все я благодарю, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую, Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, небесный, Аллилуйя, Благодарю тебя, Иисус, Христос, Спаситель мой, Господь мой, Благодарю тебя, Благодарю тебя, Благодарю Аллилуйя Спасибо тебе Господь, Царь Вселенный Благословен ты Бог наш Возлюбивший мир Возлюбивший всех нас И отдавший Сына Своего Господа нашего Спасителя нашего Агнца Своего На заклание, на крест, на Голгофу Чтобы всякий верующий в тебя Не погиб, но имел Жизнь вечную Бесконечную Счастливую Пресчастливую Спасибо тебе Господь, Бог мой, Царь мой Спасибо Благослови Господь Благослови сегодня нас Причащающихся тела и крови Сына Твоего Агнца Твоего Спасителя нашего, Господа нашего Иешуа Машиаха Иисуса Христа Спасибо тебе, Господь Тело Христово Примите, братья и сестры Источника бессмертного Вкусите Тело Иисуса Христа Аминь Возьмите хлеб и скажите это Тело Иисуса Христа Моего Спасителя, Господа Возьмите соку Поднимите тоже Или же просто воды даже И скажите Кровь моего Господа Иисуса Христа Аминь И скажите Что я спасен Не просто мы спасены А именно я спасен Через кровь Иисуса Христа Жертву Голгофскую Я исцелен Через кровь Иисуса Христа Моего Спасителя Я благоставлен Всеми благословениями небес Через Господа моего Спасителя моего Иисуса Христа И скажем Этот апостольский Символ веры Нет ни в ком Другом спасения Ибо нет другого Имени под небом Данного нам Людям Которым надвижало бы Нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Амин Аминь 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 Спасибо Аминь Аминь Одно из имен нашего Господа Он сказал так Так говорит Аминь Аминь Это одно из имен нашего Господа Значит истина Это будет так Отверждение Аминь Спасибо Аминь Спасибо Спасибо За все За все Благодарю тебя Аминь Благодарю тебя Аминь За то Что действительно В тебе Да Утверждение В тебе Провозглашение В тебе Победа Благодарю тебя За кровь Нового Завета Чаша Ты сказал После вечера Сияясь Новый Завет В моей крови В твоей крови Новый Завет Я благодарю тебя За Новый Завет Господа Моего Иисуса Христа Аминь За жизнь Лехаем Вечную жизнь Бог даровал нам Аллилуйя Аминь 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 Благодарю тебя Господи Божий наш Благодарю тебя За причащение Пречисто Твоих тайн Телой Крови Твоих Спасибо Спасибо Господи И за хлеб Насущный наш Каждодневный Наш хлеб Пищу Материальную Физическую За пищу Душевную Духовную Спасибо За хлеб Сходящий С неба Сошедший С небес За Иисуса Христа Праведника Аминь Слава Богу Братья и сестры Благостоведник Господи Всех вам Того благодати Человека Любим Всегда Ныне Присно И во веки Веков Аминь 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 Спасибо Спасибо Господи Благоставляю вас Благоставением Священническим Сегодняшним Утром Уже почти 7 утра По киевскому Времени Сегодня ночью Переводили Часы На час Вперед Вот И Сегодня день Выборов В Украине Президентских Поэтому снова и снова Паки и паки Как в начале Сегодняшней такой Молитвы Утренней Благоставляю Украину Благоставляю Действующего Порошенко Сегодня Петра Алексеевича Президента Действующего Президента Благоставляю Его семью Дом Благоставляю Всех Кандидатов В президенты Сегодня Очень важный День В жизни Украины Вот И Сегодня Благоставляю Народ Украины И все Народы Проживающие В Украине Во имя Иисуса Христа Аминь Благоставляю Всех вас Во имя Господне Да Благоставит Тебя Господь И Сохранит Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И Помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И Даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Кривой Рог Божьей Милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам И благодать Да Умножится В познании Господа Нашего Иисуса Христа Алевую Сегодняшним Днём Вот Сегодня я проповедую Здесь в Кривом Роге В 11 часов Начало служения Но я поеду пораньше Конечно Вот И Если вы в Кривом Роге То добро пожаловать Адрес я уже выставлял Значит В сетях социальных Всю неделю я здесь провожу Семинары Служения Понедельник Вторник Буду Завтра Послезавтра В репцентрах служить Словом Божьим Тоже Приглашать ваших друзей Знакомых Вот У кого можете есть Родственники зависимые Или сами люди находятся В зависимости Допустим Алкогольной Наркотической Какой другой зависимости Не Божьей Вот И Также Среда Четверг Пятница Получается Да Я буду проводить Семинар здесь Свобода Религиозный культизм Назвали так Семинар О свободе Буду говорить И молиться за свободу От религиозного культизма Вот Потом В субботу И в воскресенье Следующее Да Я проповедую здесь В разных собраниях Церквях Города Кривой Рог Ну а в понедельник Даст Бог Вечером Уже у нас в Киеве Следующий понедельник Это будет уже Через понедельник Да Вот Буду вечером Как раз тоже Такое сделаем Такое общение Братское Общение Братско-сестринское Общение Филадельфия Божья Хорошо друзья С Миром Божьим Мир всем Боже Я молюсь За Украину